Трофейный охотник Сергей Мазуркевич Трофейная охота в Техасе Огромные просторы штата Техас охватывают несколько регионов самым различным климатом И невероятно разнообразным животным миром Техас имеет таблицу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роуди Макбрайт — организатор предстоящей охоты. На этих землях он охотится более 30 лет. Как сообщает его сайт, успех организованных им охот составляет 99%. На эту охоту отведено 5 дней. Если за это время охотник успевает добыть два трофея, организатор предлагает взять третий. На этих территориях обитает большая популяция гривистого барана. Но обо всем по порядку. Чтобы добраться до места охоты, команда выдвигается в Москву. Из Москвы охотника ждет изматывающий 13-часовой перелет через океан. Солнечный Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе у охотника есть около 6 часов до следующего самолета, который доставит его в Аль-Пасо, штат Титас. Там его должен встретить Джон Мор, один из организаторов охоты. Свободное время можно потратить на знакомство с городом. Вечером охотник выдвигается в аэропорт. Спустя 50 минут после взлета самолет приземляется в Аль-Пасо. Сложный длинный перелет. Екатеринбург-Москва, Москва-Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Аль-Пасо. Джон нас встретил. Я был ходить. Спасибо за тебя. Как ты? Я Джон. Теперь нам предстоит проехать порядка 4 часов. Мы приплылим в ранчо, где нам предстоит охотиться на красного барана и армянского муфона. Чтобы не тратить время, перекусить решили прямо в автомобиле. От Аль-Пасо до охотничьей хижины предстояло проехать 290 километров. Большая часть маршрута проходит вдоль границы с Мексикой. Паспортный контроль. Все автомобили, проезжающие тут, подлежат проверке. Джон оказался очень общительным человеком. На протяжении всего пути он рассказывал об истории освоения Америки и тех необычных местах, в которых охотнику предстоит побывать. Около пяти часов утра команда добралась до охотничьей хижины. Хозяина на месте не оказалось. Роуди Макбрайт находился за тысячу километров отсюда. В Лас-Вегасе на ежегодной церемонии награждения трофейных охотников. Мы, в принципе, так и договаривались, что у нас будет целый день для того, чтобы отдохнуть, акклиматизироваться, произвести пристрелку оружия. На своем личном четырехместном самолете Роуди прибудет только вечером. А это значит, охота начнется завтра. Роуди Макбрайт Роуди Макбрайт's camp here on this ranch is at a place where a lot of Indians used to camp in the old days. You can find the stone arrow points, arrowheads around here on the ground. There was water back over this direction and in desert country like this, the Indians would camp close to water and the base of these cliffs have some springs where water comes out of the ground and Indians would camp here and it's sheltered from the wind. The Indians knew what they were doing. It's a good place. No sound. We're miles and miles and miles from roads, from airplanes, from trains. You could stay out here and not see anybody for a year. It's a wonderful place to be and clear your mind. Из-за непростой логистики Сергей в этот раз решил не брать свою винтовку. Большой не любитель я охотиться с чужим оружием, но так как поехали в Техас перевозки, растамаживание, транспортировки, решили все-таки здесь в аренду взять оружие. Прицел Сваровский, Блэйзер, я так понимаю, лет 15 как минимум к этому Блэйзеру, но будем рассчитывать на качество немецкое. Первый и второй выстрел. Карабин легкий, неустойчивое положение. Все находится прибитый 100% на 100 метров. Сергей профессионал. Я понимаю, что он пытается получить стабильную платформу. Я думаю, что это же самое. Как хорошо со своим оружием. 300-500 вообще не расстояние. У вас с этим антиковариатом довольно сложно будет. Но на то и на охота интересно. И я думаю, это скорее всего более точнее для его стрелки. Это скорее всего света. Но самое важное, что было проверить, это падение на 300 метров, чтобы стрелять на вынос, так как прицел не предполагает барабанную поправку только на вынос. Зато она легкая. На килограмма три носить ее завтра будет легко. не то, что мою 9-килограммовую. Главное поднимать вертикальную поправку и насколько пуля падает на дистанции 300 метров. 200 метров это будет 10 сантиметров, а на 300 метров 20 сантиметров, соответственно, если стрелять в холку, как раз по центру, по месту пуля пролетит. Если же это будет 400 метров, то надо будет сантиметров на 10 брать выше. Горы здесь невысокие. Думаю, около наклона будем уже просчитывать. Вечером на траекторию прочитаю. Справимся. После пристрелки охотники выдвигаются в небольшой городок Альпайн, который находится примерно в 100 километрах от хижины. Сегодня необходимо приобрести лицензию на охоту. Техас такая настоящая Америка в полном нашем такой российском понимании, что из себя представляет Америка, потому что Америка, как говорится, вся разная. Дома с лужайками вот именно американского такого стиля, где стоит большой джип один, второй. Судя по тому, что городок все-таки небольшой, но довольно аккуратный и интересный, друг друга не все там знают. Право на охоту в этих местах можно купить в обычном универсальном магазине. Там же возможно приобрести практически любое оружие. Помимо стандартных данных, которые заполнялись в лицензии, потребовалось еще запомнить цвет глаз, чуть ли не цвет волос, в какую сторону ты смотришь, косой ты, не косой. То есть, чем это все делать? В принципе, непонятно. Но все эти данные, почему-то в эту лицензию записали, мы заплатили, не помню, как говорится, порядка 60 долларов за эту лицензию. Нам выписали такой квиточек, который разрешал нам пятидневную охоту и в этих краях. Роуди также вернулся на ранчо этим вечером. С собой он привез еще одну винтовку 300-го калибра. На 100 метров эта винтовка показала идеальную кучность. А вот при стрельбе на 300 метров оба попадания пришлось на 15 сантиметров правее. прострелили. Прострелили два карабина, остановились на вчерашнем на Блэзере. Немецкое качество, падение пули там всего лишь 21 сантиметр, буквально две с половиной минуты. Думаю, что с ним понадежнее будет. Охота началась. Охота легкая, своеобразная, но обратно же она горная. я бы ее сравнил с охотой африканской, больше похожа на охоту Намибии. Там тоже горы примерно и климат идентичный, и природа сама, и охота такая же. Также двигаясь и на машине, увидели цель, вышли, подошли, произвели выстрел. Для начинающих охотников это идеальный вариант начать свой путь охотника горного. Гигантская территория раньше оказалась домом для самых разных животных. Здесь обитают вилороги, лоси, различные виды оленей, ошейниковые пекари. Кстати, один из этих необычных зверей живет на заднем дворе хижины. Старик Уэйн приручил его и теперь без остановки откармливает конфетами. Крустная конфета. Но похоже, что больше всего в этих местах особей гривистого барана. 43 штуки насчитал я. Вот полтинник гривистого барана с той стороны, с той стороны. Достаточно много и не пуганные, не реагируют на человека. Если армянский мухлон как только увидел нас сразу, встал на ногу, то гривистые бараны так неохотно двигаются от нас. Климат им подходит для размножения. Так же, как красный и армянский, этот баран не коренной обитатель Техаса. Несколько особей были завезены из Южно-Африканской республики. Благодаря прекрасному климату все интродуцированные животные чувствуют себя как дома. Вроде говорят, что маленькие. Большого нет. Но есть интересные зепляры. После того, как закончим, может быть, на гривистого барана тоже подпишемся. спустя четыре часа поисков Роуди обнаружил в одной из групп выдающегося трофейного самца. за 600 метров они нас обнаружили и резко начали двигаться от нас. Ветер не был с нашей стороны к ним, они просто зрительно нас обнаружили. пакет вниз не не ни 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 Роуди продолжил постоять подождать, так как было обед, и гетто должны были остановиться, начать или отдыхать, или жировать. Аутфитеры принялись определять план подхода. Было решено подходить к стаду сверху, по правому склону каньона. Потенциальную проблему представлял ветер. Он был слабый, но отдул четко в направлении баранов. Обоняние горных копытных очень острое. Если ветер усилится, охотники непременно будут обнаружены. Бараны лягли, будем подходить с левой стороны, тогда сверху будет позиция довольно удобная. Они пасутся, пауина. Пауина лежит. Вот смотри, 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 вот зверюшки три стоят. Не обращаем на них внимание, а то они побегут и пауина потачатся собой. Стоят. красный баран это помесь армянского муфлона и транскаспийского уреала. Поскольку это гибрид, внешние характеристики могут сильно разниться. Красный баран носит это название благодаря цвету шкуры. Этот цвет обычно варьируется от ярко-рыжего до светло-коричневого. Высота красного барана в холке 80 сантиметров, а средний вес всего 50 килограммов. Благодаря своим размерам это некрупное животное самая сложная цель на этой охоте. Тем временем ветер усиливался. Не совсем слаженно первый подход произошел. Роуди удалось обнаружить группу на том же месте. Но трофейного самца с этой позиции видно не было. Сергей держал барана на прицеле и уже был готов произвести выстрел. Но пока оператор спускался, чтобы заснять более выгодную позицию для съемки, животные почувствовали опасность и ушли. выстрел видно было на лице роуди, что он немножко расстроился все-таки он работает как говорится на охотника, а не двух человек, и на охотника, и на оператора. Джон сообщил по рации роуди, что по-прежнему видит стадо. Бараны двигались по направлению к соседней горе. В следствии получилось все довольно успешно. Мы прошли порядка 100 метров, и Александр, из-за которого не получилось выстрелить, он их и обнаружил на противоположной горе. На этот раз все произошло быстро. Есть. Буквально 300 метров, он только остановился сразу на вынос. 20 сантиметров, как пристреливал. Хороший винтов. 330. Немецкое качество. Красный баран был взят одним точным выстрелом, и охотники поспешили забрать трофей. Четко лопаточку смотри. Все как положено. Заболированные рога, столько пился. Старый, старый. Видать, штат Техас, взят красный баран в открытых территориях. Сложно было пройти, они, видать, уже знают. Шум, баги, сразу встали на ногу. 9 штук было. Среди них один только был самец, остались самки с детенышем. На расстоянии 335 метров произвел выстрел. Я выстрел делал на вынос, так как на этом карабине отсутствует понимание барабанов. Он пристрелял на 100 метров, целился прямо вверх холки. Соответственно, на 330 метров, как и предполагалось, на 25 сантиметров произошло падение. Я не мог видеть лопа, когда он shot, но я мог видеть его shoot, но лопа Хороший баран, вроде говорит, что 8 лет, но рога такие, но уже потертые хорошо. Первый трофей красный баран. Произвели разделку трофея, собрались и уехали на базу. Поехали! Вернулись два часа дня, пять минут третьего, 14.05. Думали, что больше выдвигаться не будем, будем отдыхать, но Рауди предложил выехать на вечернюю охоту. Группу армянских муфлонов в сопровождении гребистых баранов обнаружили почти сразу, всего в километре от хижины. Но это были молодые особи с невыдающимися трофейными качествами. старого трофейного армянского муфлона лучше всего искать там, где выше горы. Поэтому охотники выдвигаются в северо-восточную часть ранчо. северо-восточной муфлоне второго умер. северо-восточной где-то в шестом часу, а в семь часов уже темно, Рауди увидел еще четыре отдельно настоящих занца баранов. Но в этот момент произошел такой казус, что у меня дальномер отказывался показывать дистанцию, то есть он не работал. Первый раз на охоту не взял второй дальномер, поэтому в аэропорту возникнут вопросы, так как дальномер военный, взял только бинокль, лейку. И вот эта лейка перестала замерять дистанцию, угол наклона гономерит, а дистанцию полностью отказывается. Разбираться начали с биноклем, поменяли батарейку, ничего не помогло, отключили батарейку, вытащили батарейку, без батареи подержали. В конечном итоге бинокль не показывает дистанцию. Дальномер Роуди показывал дистанцию только в привычных для американца ярдах. Разбираться в настройках бинокля не было времени. И чтобы ориентировать охотника, аутфитер воспользовался конвертером величин. Дистанция была 900 метров, значит, решили делать подход. Роуди считал идею подхода абсолютно бесперспективной. Но ведь если есть и небольшой шанс, то почему бы им не воспользоваться? Ощейникова и Пекарин Пока охотники поднимались по склону, вокруг них то и дело сновали туда-сюда ошейниковые пекари. Кажется, тут их были десятки. Наконец, сквозь кусты Роуди увидел муфлонов. Как он и предполагал, они заметили приближающихся людей и начали уходить. Охотники потеряли преследуемых животных. Аутфитер связался с Джоном по рации, но тот также не видел муфлонов. Значит, когда мы вышли на возвышенное место, на противоположном склоне, на горе, увидели, что они двигаются. Наконец, все четыре барана были обнаружены на противоположном склоне. К этому моменту дистанция составляла уже более 300 метров. Для того, чтобы попасть в цель на таком расстоянии, необходимо занять максимально устойчивое положение. Кроме того, ветер постоянно усиливался. После того, как Роуди высчитал все-таки в метрах, сказал, что дистанция 370 метров. Занял позицию, положил карабин на рюкзак, но сам буква такой «зю» лег. Долго принимал решение, так как позиция была неудобная. Похоже, что на таком расстоянии муфлоны чувствовали себя в безопасности. Они знали о присутствии человека, но никуда не спешили. Света становилось все меньше. Оставлять подранка было нельзя. Был необходим всего один точный выстрел. Когда подошли, видели кровь, но барана не было. Один-один! Спасибо. Держи так маленько. Мне нравится мой линк. Очень хорошо. Мы их придем. Вот это класс. Вот это класс. хороший